Значит, по первому варианту, который вы... по первой позиции, да? А вам не кажется, что мы сами себя немножечко ограничиваем вот во всём этом, в стискивании зубов, в терпении, там, в вере в победу, когда мы не называем вещи своими именами? Давайте мы действительно признаем, что у нас идёт война, мы ведём войну, отчасти гражданскую, как говорит президент. Уберём вот эти вот термины «специальная операция». Подождите, Александр Ильич, которые, как мне кажется, нас в чём-то ограничивают, и юридически, и морально. Давайте мы тогда сами... да, ребят, у нас война, и многое станет более ясно. Совершенно с вами согласен, и не только это. Давайте мы начнём говорить, когда терпим поражение, что это поражение, не делать вид, что это победа, что это такой хитрый ход и прочее. Чем мы занимались, когда выводили войска из-под Харькова, и чем некоторые сейчас пытаются преподнести оставление российской территории? Правду говорить надо. Я повторяю, другое. Ни в коем случае нельзя начинать разгонять истерику, и всё пропало. Потому что желающих разогнать более чем достаточно. Вот тут поминали эти телеграм-каналы. Я вот такую позицию свою изложил в своём телеграм-канале. От меня сразу куча отписалась. Да ладно. Игорь Сергеевич, я вам могу даже объяснить, почему. Они меня подписались. Потому что так хорошо и легко сказать «всё продано, всё предано». Не поэтому. У нас многие люди относятся к наблюдению за специальной военной операцией, как будто они футбольный матч смотрят. Вот наши перебегают через половину поля, забивают гол. «О, нападающий, молодец, вратарь отличный, тренер вообще огонь». Если только чуть-чуть на нас начинают как-то. Вратарь дырка, тренера списать, нападающий без ноги. Я договорю, Игорь Сергеевич, я договорю. Вот мне кажется, что это огромная ошибка, когда люди относятся к военным событиям как к футбольному матчу. Я за 16 лет уже в профессии получил одно важное умение – вовремя завалить хлебало своих эмоций. Вот это умение, оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд. Можно ответить?